Всем здравствуйте, дорогие друзья, дорогие хейтеры, дорогие девочки, мальчики, женщины, мужчины, дамы, господа, всем здравствуйте. Я уже заранее отварил бульон, причем я вам сейчас расскажу из чего и как. Я утром был на рынке, и у нас есть там птичий ряд, где продают птицу. Я говорю, ребят, есть кости на бульон, ну там вы каркасы снимаете, грудки, ноги отрезаете, куда вы эти каркасы одеваете, у вас на прилавке нету супового набора, то есть вы его не продаете. Но филе-то у вас есть, у вас где, на фабрике там где-то снимают или там где выращивают, они говорят, да нет, мы здесь тоже, нам привозят кур целых, мы их прям и пенсионерам отдаем. Но, говорит, сегодня нету, вчера вечером были, я говорю, блин, надо бы костей на бульон. Они мне говорят, слушай, сейчас будем уточку разделывать, грудки, ноги отрежем, мы можем тебе каркас отдать. Я говорю, ой, мне будет достаточно одного каркаса, и прикиньте, мне бесплатно достался каркас от утки, без грудки и ног, с крыльями, с хвостом, с ребрами. Тут, в общем, есть еще потрепать, ну, то есть можно прям разварившееся мясо разобрать, и там будет довольно много мяса. Значит, для того, чтобы сделать фрикадельки, бульон закипятил все. Вот те самые маленькие шарики из мяса, которые в супе очень хороши и вкусны. Значит, я заранее спассировал одну луковицу, спассировал так, что местами даже она подсохла, и появился такой, как это называется, появился майар. Вы поняли, да? Вкус. Вкус получился. Вот этот вот поджаренный лучок я скидываю в кутер. В кутер. Не катор, а кутер. По-русски. Ножичек сюда втыкаем и добавляем сюда курицу. Филе бедра без кожи и без всяких там, как бы это можно было назвать, суставчиков, да, все нужно хрящи все убрать. Хрящи все убрать, еще раз руками прощупать, чтобы никаких косточек здесь не было. Ибо мало прикольного, когда у вас вдруг во фрикадельке какая-нибудь твердая косточка и втыкается, не втыкается, а вы ее прикусываете. Не дай бог еще зуб бывает, знаете, такой болючий. Воспалился что-нибудь и прям думаешь, кто же это сделал. Давайте будем считать, что вот три бедра мне достаточно, чтобы тут много у нас не разводить. Все равно это будет на несколько порций, я думаю, этого будет достаточно. Я заранее отварил мелкие макарошки, такие суповые. Все, промыл их холодной водой, они у меня готовы. Я всегда говорю, не перестаю говорить о том, что если вы варите макароны в курином бульоне, он станет мучного вкуса. Отварите заранее, сбрызните чуть маслицем его, пусть он стоит. Потом добавили уже в готовое блюдо. Я сразу же в сотейник наливаю бульон. Лучше всего его довести до кипения. В большой кастрюле все равно варите его, да? Сдвиньте так, на себя или от себя, чтобы кипение было с одной стороны. Тогда кипение будет сгонять жир в ту сторону, и вы в точке кипения сможете набирать бульон без такого количества жира. Вот, например, как у меня там от утки плавает вот такой слой. Нужно взять сотейник и вот, смотрите, видите, кипит с этой стороны. Мы просто отсюда и вылавливаем бульон. Я его, честно признаться, не люблю цедить через марлю, там еще что-то. Вот даже в ресторане такого не делаю. Это самый вкус. Никакого песка, копыт и рогов там нету. Птица, чистейший бульон. Кусочек мяса пусть валяется, если вдруг попался. Этого достаточно. Врубаю бульон и, знаете, по желанию, да, раз мы говорим о домашнем супе с фрикадельками, картофан должен быть. Кусочки делайте небольшие для того, чтобы он быстро сварился. Значит, давайте я отправлю сразу же картошку в закипающий бульон. Туда же, картофану, помидорку. Ну, как я уже всегда говорю, в суп я отправляю помидорки, которые не кондиция. Прямо сразу кусочки, шкурку, правда, снять надо. Очень простым способом. Далее по плану обязательно, значит, смотрите. Если вы готовите суп с фрикадельками для детей, то, возможно, помидорки можно поменьше положить. Ну, чтобы ее там не очень было видно, некоторые дети сопротивляются различным ингредиентам, которые вы добавляете в супы. Тогда и лучок, может быть, сюда не нужно было добавлять. Но мы делаем стандартный, семейный, вкусный суп с фрикадельками. Помимо того, что у нас здесь есть лук и филе бедра без кожи и кости, обязательно сюда немножко приправки, муравки. Так, ну, чесночок мы потом добавим в конце уже в сам суп. Щепотка кориандра для этого куриного легкого супчика подойдет. Вот, только совсем маленькую-маленькую щепотку. Вот, смотрите, давайте. Вот, вот, тут даже, скажем же, на кончике чайной ложки, наверное, больше нельзя. Ну, больше не следует. Потому что, во-первых, утка. У нас основополагающий аромат бульона утка. А утка всегда любит что? Пряности различные. Они из бадьян. Но мы не хотим в пряность уводить. Почему? Потому что это простой домашний суп. Кориандр молотый у всех есть. Маленькая щепотка всегда найдется для приправления вкуса. Сюда, кроме соли и перца, нужно добавить сливочки. Значит, небольшое количество на глаз, на глаз. Я думаю, что здесь, наверное, миллилитров 50, максимум 60. Далее, втыкаем кутер. Так, скорость. Давайте вначале поменьше поставим, низ пробьем, дальше будем увеличивать. Starwind мой спонсор, вы прекрасно знаете это. Внизу в описании ссылка на сайт, заходите, смотрите. Может быть, какой, не какой гаджет вам подойдет. Вы нет, нет, да и купите. Да-да, и купите. Глядим. Офигеть, у нас фарш какой получается. А фарш-то у нас рубленый. Со стенок собираем. Почему кутер? Да мне просто лень было доставать мясорубку, потому что, зараза, ее мыть надо. Потом с ней всегда такая морока. Когда уж совсем без нее не обойтись, тогда достаю мясорубку. А когда можно обойтись, курица, мясо, мягкое. Отлично, этого достаточно. Теперь, что не нужно, мы отправляем в мойку. Оп. А что нужно, мы достаем. Достаем в чашечку, в чашечку, в чашечку. Какую бы нам чашечку достать? Давайте в эту достанем. Оп. Отлично. Как говорит Серж Маркович, отлично. Все, получилось вот такое суфле. Попадаются иногда кусочки мяса. Ничего страшного, это прям будет наоборот отлично. Значит, если хотите совсем пожиже, добавляйте чуть больше сливок, тогда и пробиваться, и скорость побольше, тогда и пробиваться будет равномернее. Но меня устраивает так. Так, очень удобно из курицы делать фарш. В одной из кулинарных школ я встретил как раз такой способ, который говорит, слушай, мы там мясорубку так долго мыть, у нас все эти посудомощицы переживают вообще, каждый раз геморрой на это дело все смотреть. И перед тем, как добавлять фрикадельчики вот туда, надо попробовать, во-первых, на соль, фасоль вкус. Да, уточка, конечно, дала такой аромат. Курица-то мало, он такой утиный получился. Значит, томат дает кислоту. Не нужно думать, что его можно заменить лимоном или еще чем-то. Это очень нежная, мягкая кислота, которая делает вкус любого блюда интенсивнее. Не зря же вы там добавляете, и мы добавляем томатную пасту. Томатную пасту добавляем в солянку. Значит, соус для пиццы неаполитанская из томатного, из томатов пилате. Здесь добавляем томат, который вдруг хотел умереть, а вы его обрезали весь туда, в суп как раз для супа. Он и вкус создает, и красоту. Дальше, теперь тазик с водой. Все, небольшие фрикадельчики лепим. Такие, крутим, 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 крутим. Раз, и сюда их отправляем. То же самое делаем со всем остальным. Величину фрикаделек выбирать вам, поэтому сами смотрите. Ну и вот, что я хотел сказать. Хотел сказать, что чеснок пора добавлять. То есть, когда я закинул все фрикадельки, варить уже дальше не надо ничего. Просто-напросто берем и довольно крупными кусками режем чеснок. Во-первых, чтобы он долго отдавал свой аромат в крупных кусках. Во-вторых, крупные куски вы заметите и либо съедите, либо не станете есть. А мелочь уже не избежать. Вам придется его оп-оп-оп-оп. Дальше осталось самое простое. Это его вылить. А, выключить. Раз. Персик, да есть два. В тарелку я добавляю вначале чуточку перца. Ну, освежить вкус. Раз. Потом сюда добавляю... Так, стоять. Мытые солдаты. Потом сюда добавляю лапшу. Как суп с фрикадельками без лапши. Ну, такого не может быть. Картошка и тесто. Да, в бешбармаке мы проходили. Я говорил, что картошка и тесто. Некоторые люди без этого жить не могут. Давайте дадим им возможность жить и кайфовать. Значит, макароны. Маленькие макарончики туда раз и упали. Дальше, смотрите, суп. Рука у меня хоть и не набита, но смотрите, какие получились. Почти все одинаковые. Фрикадельки. Аромат шикарный. Картошка. Курица в африкадельках и лук добавили, усилили вкус бульона. Жирка здесь достаточно и от сливок, и от куриного бедра, и от утиного бульона. Просто великолепие. Просто шикарное великолепие. Все. Сюда наливаем, насыпаем, нагребаем. Картошку сыпем. Аромат стоит такой, что мне даже не передать. Так, льем, 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 льем. Почти до краев. Добавляем сюда еще раз. Какая же вкусная картошка вообще. Двойной на варке бульон. Котлетки суфлейные. Но текстура чувствуется, я же не стал ее пробивать совсем в кашу. И макарошкой тут же. По сути, если представить, что тесто это оболочка, курица это фарш, то это получается суп с пельменями, да? Такой ленивый. Ой, вы как хотите, это божественное блюдо. Проще не бывает. Я его, конечно, усложнил как мог, но вы понимаете. Но вкус птицы, это невероятно. Томат дает вот эту свою кислинку. Тефтельки мягкие. Я думаю, что каждый вообще человек на земле с удовольствием съест этот суп. Жаль, что иностранцы не едят супы так, как мы. Сейчас наступает осень, и плотные наваристые супы нужны, нужны нам. Ой! Шикарно! Приятного аппетита и всего доброго, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok